День города и района славянцы отпраздновали не только интересно и весело, но и вкусно. На театральной площади прошла гастрономическая выставка организации потребительской сферы. Славянцев угощали пирогами, выпечкой, приглашали посетить винный тур, а также отведать вкусного плова, приготовленного на костре. Вместе с жителями в гастрономическое путешествие отправились и наши корреспонденты. Тему продолжит Анна Монастыренко. На несколько часов главная площадь города превратилась в большой ресторан под открытым небом. Здесь можно было попробовать буквально всё. Сладкую выпечку, необычные пирожные, салаты, пиццы, роллы и даже блюда мексиканской кухни. Угощали жителей города Славянска на Кубани. Такос имеет национальная мексиканская закуска. Готовится у них на родине из того, что есть под рукой. Мы готовим из специально приготовленной тушёной свинины и салата колслоу. Очень вкусный и своеобразный вкус. Лепёшки тоже, собственно, у нашего приготовления. Ребята-повара достаточно квалифицированные и пекут их сами. В гастрономической выставке приняли участие более 10 славянских организаций потребительской сферы. Пиццерии Венеция и Сицилия, хлебопекарные предприятия, кафе и бары, парк, отель «Уют» и пекарня «Флан». Каждый старался привлечь внимание посетителей и удивить качеством и вкусом своей продукции. Предприятие «Славпром» построило целое кубанское подворье, где можно было увидеть, как раньше делали винные напитки. Ноги – это идеальный пресс для винограда, поскольку они позволяют выдавливать цвет и танины из кожуры винограда, но не способны раздавить косточки, придающие вину горечь. Теперь такой способ – это скорее дань традиции, сказывающаяся не столько на качестве, сколько на цене продукта. Вина «Славпрома» – это образец современного винодельческого мастерства. Изготавливают их только из натурального сырья, выращенного на собственных виноградниках под Новороссийском. Все зоны винодельческие совершенно разные. То есть мы выращиваем виноград Новороссийский, а эта зона будет ближе к Франции. То есть именно они такие холодные ночи, то есть нет перепадов температуры. То есть именно эта лоза больше созревает, больше дает сахар, больше дает насыщенности. То есть земля в таких зонах отдает все этому плоду, и соответственно вина становится не просто пустыми, они становятся яркими, терпкими, раскрывают хорошо свой запах. То есть я считаю, что за кубанским виноделем вообще будущее. На гастрономической выставке посетителям рассказали о традициях виноделия, о культуре потребления напитка, о том, какими бокалами пользоваться и как их правильно держать, чтобы раскрылся весь вкус и аромат вина. Ну и, конечно же, провели дегустацию продукции Славпрома. Еще не все попробовали, но многое узнали. Во-первых, как правильно пробуется вина. Вот этого век живи, многое не знали. Как правильно их пить надо, как правильно глотками и так далее. Пришло и удовольствие. Прям я забыла, что я пенсионер, мне летать хочется. Молодцы славянцы, молодцы. Пять вам на весь мир и страну. Оценку «Отлично» получили все участники гастрономической выставки. От районной администрации им вручили благодарственные письма. Очень много людей, очень много гостей. Очень приятно, всех рады видеть. Получили грамоту за непосредственное участие в празднике. Опять же, поздравляем Славянский район, город Славянск-на-Кубани, любимый город всех жителей. Замечательный праздник, всех ждем в гости. Получили грамоту, очень стараемся. Опять же, работаем на благо всех людей, всех гостей. Приходите, всех будем рады видеть. После гастрономической дегустации праздник на театральной площади не закончился. В честь Дня города и района всех жителей здесь угощали вкусным пловом. На его приготовление ушло несколько часов. А как готовили плов? На костре, как обычно, плов варится. Плов вообще-то на костре варится. С душой, чтобы всем понравилось. Плов действительно удался на Славу. Его с удовольствием кушали как взрослые, так и самые маленькие гости праздника. В этот день никто не ушел домой без угощения. Очень вкусный, очень приятно. В такой праздник я уже второй раз попадаю на такое мероприятие. Очень вкусный, спасибо всем большое. Плов очень вкусный, угощения тоже все очень вкусные. Самое главное, то, что их раздают всем, то, что все могут попробовать, каждый не останется без еды. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».